В Нарьинмаре начались работы по подъему затонувшего буксира «Щелье-Юр». Первый этап – подводное обследование. На протяжении двух дней водолазы осматривали дно и корпус судна. О результатах расскажет Алина Волчейская. Уникальные кадры, снятые на экшн-камеру. Погружение на дно к затонувшему буксиру «Щелье-Юр». Он ушел под воду еще в апреле 2015-го. Метр за метром водолаз исследует судно. Вот еще один люк в носовую надстройку. Сейчас, погоди, попробую открыть. Задача – оценить степень заеленности грунта в районе Качгартинской Курии. Кроме того, необходимо осмотреть герметичность отсеков затонувшего буксира. Подобравшись к трюму, водолаз обнаруживает первые повреждения корпуса. Дыра в трюм, но, видимо, и дом сломала, потому что это с корнями выкорчевано. Вот диаметр 12 сантиметров, нерваная троя. В ходе работ было найдено еще несколько пробоин. В том числе вмятина глубиной 30 сантиметров и шириной более метра. Уже на земле водолаз сделает заключение. Исследование «Щелье-Юра» показало – изначальный план по подъему судна претерпит корректировки. Мы посмотрели, там есть повреждения, нанесенные в процессе эксплуатации, которые, ну, либо комплекс будет сварочных работ, который тоже очень дорогостоящий, очень много времени займет. Либо мы планировали изначально герметизировать и откачивать воду из него, да, то есть подавать воздух, откачивать воду. Но этот вариант вряд ли будет жизнедеятельен, поэтому мы будем поднимать судоподъемными понтонами. Вообще каждый судоподъем – это отдельная история, заявляют водолазы. Компания, которая провела работы по обследованию буксира, в этом деле далеко не новички. На счету петербургских специалистов – подъем военных кораблей и судов, затонувших во время Великой Отечественной войны. Поэтому после погружения под воду и осмотра буксира удалось определить более удобный и безопасный способ эвакуации «Щелье-Юра» с одной качгардинской курьи. Существует определенная степень присасывания, здесь и листые грунты. Ну вот, соответственно, скорее всего, потребуется применение плавтехники, плавкранов вместе с разгружающими судоподъемными понтонами и вместе с герметизацией и откачкой поэтапных отсеков. Сейчас специалисты составляют подробный отчет о проведенном подводном обследовании, после чего начнется подготовка к непосредственному поднятию судна. Цена вопроса – более 6 миллионов рублей. Деньги выделены из окружного бюджета, ну а собственник судна, который по предписанию транспортной прокуратуры должен был самостоятельно проводить эти работы, по информации профильного департамента, скрывается. Тем не менее, решение пятилетней экологической проблемы наконец-то сдвинулось с мертвой точки.